МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у нас в студии сегодня Анна Корнильева, автор и исполнитель. Анечка, здравствуйте. Здравствуйте. И Лана Степанец, мама особенного ребенка. Лана, здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Я думаю, для начала стоит рассказать вашу историю, и она даст какие-то ответы на вопрос о том, что же такое аутизм. Изначально Майя родилась обычным здоровым ребенком. И все у нас было хорошо. Но в 11 месяцев она начала... Я стала замечать, что она уходит в себя. Причины, о которых я думаю, почему именно так все у нас произошло, каждая мама, ну, естественно, как-то предполагает, и у нее есть какие-то домыслы на этот счет, по крайней мере, хотя бы домыслы. Я думаю, что повлияла наша большая переношенность, 42 недели, хотя роды были платные по договоренности, по контракту, если можно так сказать. То есть повлияла сильная переношенность беременности, стимуляции родовой деятельности, которой не было, и потом прививки. То есть у ребенка была сильная гипоксия, она родилась с большим весом, и воды не было, у нее были синие руки. И при гипоксии нежелательно ставить прививки в первые 2-3 года ребенка. Но я оторожала первый раз и доверяла полностью врачам. У нас была и частная клиника, и частные педиатры. И все было прекрасно. Перед каждой прививкой мы проходили анализы, и все было хорошо. Я ставила прививки, а потом оказалось, что они дали такой спусковой крючок, можно так сказать, и ребенок ушел в себя просто. Вот вы говорите, ушел в себя. Я думаю, стоит немножечко подробнее рассказать об этом. Что вы стали замечать? Как это проявилось? Очень много общалась с девочками и с их детьми, собирались вместе с детьми, и еще с беременностью вместе, на форуме местном познакомились. Ну, и я стала замечать, что Майя, она другая, если можно так сказать, потому что дети играют, что-то рассматривают, ей неинтересно. Она не замечает ни родителей, она не замечает других детей, она просто их как бы не видит. Она берет машинку с колесами и часами рассматривает вот эти колеса, смотрит вот на них, вот так вот крутит и смотрит, смотрит. Она сидит сама себе тихо, и просто сама в своем мире, ей неинтересно, что происходит вокруг. Ее нельзя было ни обнять, ни поцеловать. Просто как бы меня для нее не существовало. То есть существовала она и ее закрытый мир. Все, и ничего вокруг. Я очень хочу сказать сразу, наверное, нашим телезрителям, что скоро состоится благотворительный концерт, в котором принимает участие Аня, насколько мне известны и другие музыканты города. И этот концерт, он поможет людям чуть больше узнать об аутизме, потому что действительно многие из нас просто не понимают, что это такое, при том, что это можно сделать в такой форме, да, люди придут совершенно спокойно, расслаблено, и при этом они поймут, что это все не так страшно, как порой преподносится, и как мы это видим иногда или хотим видеть, потому что человеку свойственно бояться того, чего он не знает. Вот Аня, она помогает вам сегодня. Аня, как вы познакомились с Ланой? Расскажите вашу историю. Мы познакомились год назад. Я второй год принимаю участие в данном концерте. Хорошо, что в этом году у меня также была возможность принять участие. Выступала в прошлом году. Все прошло замечательно. Был прекрасный концерт, прекрасная атмосфера. Мы выступали в том же самом месте. И меня очень привлекло то, что очень позитивно, по-доброму. И я долго не думая согласилась. То есть мне было приятно. И также в этот раз я согласилась и ничуть не жалею об этом, потому что мне приятно. Я хочу добавить, что я когда писала Ане, ну я писала в том году, когда мы делали первый благотворительный концерт, я, ну если честно, не надеялась на положительный ответ. И, конечно, я была очень удивлена, когда мне Аня написала, что да, конечно, я согласна. Ну и также музыканты, которые тоже принимают участие, принимали в том году и сейчас принимают, безумно благодарны, потому что не каждый, может быть, поймет, не каждый захочет потратить свое время. Которого, как правило, у таких занятых людей, в частности, как Анна, очень мало, конечно. Очень мало, конечно. Время, нервы тоже. Ну и просто... Как это желание действительно искренне помочь, потому что это стоит делать именно так. Сегодня мы видим очень много информации в социальных сетях, в том числе о том, что помогите, помогите. Очень много зачастую мошенников. И я думаю, что Аня часто сталкивается, когда пишут, правда, люди. Да, много пишут, просят какие-то посты сделать, какую-то информацию выложить. Я, как правило, это почему-то всегда пропускаю. Потому что я там человек плохой, не обращаю на это внимания. Просто это все немножко нагнетает. И люди все-таки, они не очень любят слушать и читать о чужих проблемах. Поэтому, мне кажется, очень важно преподносить это максимально как-то позитивно, чтобы люди не боялись. И как бы у нас билет на концерты 200 рублей. Чисто символическая цена. И я считаю, что каждый может себе это позволить. И уж тем более, чтобы провести хорошо вечер. Потому что будет очень большая музыкальная программа. Будет круто, здорово, потанцуем по поем. И, мне кажется, именно музыкой можно привнести что-то большее во всю эту ситуацию. Это сила. Я так понимаю, что концерт уже стал традиционным. Второй год. Второй год. Второй год. И я считаю, что в следующем году, возможно, это повторится. Интересно услышать мнение людей, которые туда приходят. Охотно ли они это делают действительно? Я так понимаю, что это так. Но все-таки хочется, чтобы вы своими эмоциями от этих концертов поделились. Я думаю, что в этом году больше людей намного будет, чем в прошлом году. Потому что как-то больше охват какой-то произошел. С моей стороны очень много каких-то там поклонников придет. Потому что очень много людей. У меня на улицах, Лана, свидетель. Мы вместе гуляли. И люди встречали, говорят, когда у тебя концерты. Мы придем, мы придем обязательно. То есть это тоже люди. Это хорошо, что они идут. Но я таким образом со своей стороны людей привлекаю к данной проблеме. Не говоря громкими словами, что там вот так и так, такие проблемы. Просто приходите, поддержите ребенка. Он ни в чем не виноват. И он также достоин на счастливую жизнь. Аня, вы, будучи солисткой группы «Винтаж», выступали на очень крупных площадках в Москве. И я так понимаю, что, конечно, там тоже часто проводятся подобные мероприятия. Наш канал делает благотворительный проект совместно с Росфондом. Он называется «От сердца к сердцу». И когда мы подводим какие-то итоги, Росфонд предоставил им такие данные о том, что Дальний Восток, Владивосток, он особенно отзывается помогать детям, людям, вы замечаете, что у нас действительно как-то больше удается привлечь внимание? Есть, есть такой момент. Я сильно этот момент не отслеживаю, но есть такое ощущение. Да. То есть мы пока что более отзывчивые, и это радует. Это прекрасно. Ладно, хочется вернуться все-таки к нашей теме, теме аутизма. Мы не можем сегодня не рассказать об этом чуть более подробно. Я знаю, что здесь, в городе, во Владивостоке, вы столкнулись с некоторыми проблемами. И на лечение вы, как правило, выезжаете в центральные города нашей страны. Расскажите, с чем пришлось вам столкнуться здесь, во Владивостоке, с какими проблемами? Да, мы два раза в год выезжаем на курсы лечения и реабилитации. Это Санкт-Петербург. И в том году, первый раз в сентябре, мы летали к дельфинам в Порт-Инит. В этом году мы тоже летим сначала к дельфинам, потом в Санкт-Петербург. И, конечно, мы пытались лечиться здесь. Конечно, потому что у нас немаленький город. Мы были у многих неврологов. Мы через очень многое прошли. Через большое количество лекарств, через большое количество уколов. 40 уколов в попу, 10 уколов в голову. Еще 20 уколов в попу. Ну, очень много всего. То есть ребенок был постоянно на лекарствах, постоянные процедуры. Но это давало только еще больше откат. Еще больше она уходила в себя. И тогда просто, когда был такой момент, что ну что уже делать? Ну ты просто не знаешь, что ты пытаешься. Ну а что делать? Инвалидность не дают. С инвалидностью у нас тоже надо отметить, что на Дальнем Востоке очень сложно. Именно в Владивостоке. Но сейчас у нас, конечно, есть инвалидность. И когда я поняла, что нужно что-то делать, так получилось, что со мной связалась девочка. Это знакомая моей сестры, которая рассказала мне про центр в Питере. И мы полетели туда. Ну а потом уже мы нашли еще варианты, еще. И смотрели, что больше помогает. И уже летали туда. Но, конечно, мы бы никуда не полетели. У нас бы ничего не получилось, если бы не люди, которые нам помогают. Помогают мои. Ну, глядя на вашу фотографию, у вас есть аккаунт в социальной сети, где вы с Майей. Это замечательная, красивая девочка. Мне кажется, она такая светлая. И, конечно, глядя на такого ребенка, никогда не скажешь, что есть такие проблемы, которые вы сегодня осмучивали. Это еще очень большой вопрос, когда я только признала... Я не говорила вообще, не вставляла ее никогда лицом, только боком. А когда я поняла, что нам нужно лететь и нужны деньги, пришлось выставлять, показывать. И когда я написала о том, что есть такая проблема, многие были в шоке. Потому что, ну, большинство даже есть родственники, которые об этом не знали. И мне вот до сих пор даже пишут и говорят, она же у вас нормальная. То есть она... Я не говорю, что она ненормальная. Она просто другая. Да, внешне по ней не скажешь. Но пообщавшись, мне кажется, даже пяти минут десяти, просто хватит понять, что она просто особая девочка. Да, и не нужно нагнетать, как мы говорили в начале программы. Она не инопланетяна, она не какая-то там, я не знаю. У нас не так, что все плохо, что прям вот вообще есть ситуации в миллиардах раз хуже. Поэтому мы просто живем своим диагнозом, пытаемся из него вылезти. И у нас... Тьфу-тьфу-тьфу. Это потихонечку-потихонечку получается. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Вы сказали, что прогресс в лечении есть. Это здорово. Я так понимаю, что все-таки по большей части влияют те положительные эмоции, которые дарят, например, общение с дельфинами. Что еще помогает, способствует прогрессу в улучшении состояния майи? И вообще, возможно ли действительно как-то излечиться от аутизма, если можно так сказать? Мы прошли 4 курса томатиса в Питере. Томатис тоже нам помог именно выйти из этого состояния и помог ей понять, что есть мама, есть дети другие. Конечно, она с ними еще не играет, но хотя бы уже не так сопротивляется, когда ее берут за руку, допустим. Я забыла, что вы играете сейчас. Это нормально такое случается. Хорошо. Просто продолжите мысль сейчас, все. Также мы прошли пока один курс микрополяризации в институте Бехтерева в Санкт-Петербурге, которая дала нам очень мощный толчок. Также мы проходим и биотерапию, и домом мы с Майей занимаемся. Ну и, конечно, про эмоции. Конечно, ведь у таких деток именно на эмоциях. Если на эмоциях вот именно все и появляется, может появиться новое слово, если она очень расстроена или прям что-то ей не нравится, или, наоборот, очень счастлива и смеется. Если раньше Майя не говорила ни одного слова, не понимала вообще обращенную речь, сейчас хотя бы какие-то команды короткие мы понимаем, слышим и пытаемся что-то сказать. Конечно, знаете, аутизм – это как сегодня она тебе что-то сказала, ты думаешь, о, все, но потом она может никогда этого слова уже не сказать. Но то, что она пытается, и то, что у нас социализация более лучше, она стала замечать людей, пытаться идти с ними на контакт. Я считаю, за два года лечения наших поездок и реабилитации – это очень хороший результат. Лана, я думаю, вы являетесь отличным примером для подражания других мам, у которых также особенные дети. Вы как-то общаетесь у нас во Владивостоке, может быть, или по всей России? Есть какие-то группы? Делитесь ли опытом? Расскажите об этом. Может быть, кто-то захочет обратиться к вам? Конечно, очень много. У нас прям, можно сказать, целое сообщество есть. Есть чат, который создала одна чудесная девочка. Кстати, ее тоже зовут Аня. Из Ставрополя, да. И она создала большие чаты. Там не только даже из России, там из других стран. Есть мамочки с такими детками, с такими проблемами. А потом я уже создала чат именно наш, можно сказать, даже дальневосточный. Там Владивосток, Хабаровск, Сахалин есть. И тоже мы общаемся с девочками. Просто на самом деле таких мамочек очень много. Очень. И многие ведут сборы, и многие друг другу, почти все друг другу помогают, и идеями делятся. И то есть на самом деле мамы таких деток, как и любые мамы, они такие же мамы. Отличные, открытые, добрые, веселые. И вообще, я считаю, что благодаря Майе я познакомилась со многим количеством, большим, большим количеством людей чудесных и прекрасных, с которыми, может быть, я бы никогда не познакомилась. Поэтому я считаю, все для чего-то, и все очень правильно. Можно сказать, поверили в людей, правда? Конечно, да, да. Я думаю, что наши телезрители очень хотят помочь, также прийти на концерты, поэтому, конечно же, стоит о нем все-таки более подробно рассказать. Аня, я думаю, вы это сделаете. Когда, где? Немного подробнее о программе. Расскажите нам. Концерт будет проходить в клубе «Водолей», это бывший БСБ. Сначала у нас 23 часа вечера. Ну, сбор гостей. Сбор гостей, да. Будет большая программа музыкальная. Выступаю не только я, еще две группы. Группа «Кики Мора», которая в том году тоже была с нами, и «Мэйби Тумороу». Вот. Собственно, для меня вообще особенный концерт, потому что я, скажем так, впервые выйду за год сольно. У меня подготовлена интересная программа. Вот. Я так основательно подготовилась к этому дню, поэтому особенный концерт и особенный посыл будет, безусловно. Что еще сказать? Допустим, мы можем прийти, купить билет, как вы озвучили, он стоит всего лишь 200 рублей, это не так много. Но я так понимаю, что можно делать, вероятно, какие-то взносы на концерте, да? Да, там будет, я так понимаю, коробочка, да? В том году, да. Да, коробочка, куда можно положить средства. Вот. И мы об этом обязательно упомянем. Упомянем как-то. Как правильно стоит, извините. Расскажете. Мы об этом обязательно расскажем со сцены, да. И вообще я считаю, что позитивные эмоции и вот именно своего рода посыл музыка – это очень важно, потому что людям таким образом можно намного больше рассказать и достучаться до их сердец. Вот. Вот. Поэтому все, что я могу сделать ради этих людей, я сделаю вот этим вечером. Лана, мне бы очень хотелось также, чтобы вы сейчас обратились к нашим телезрителям, может быть, к мамам, которые так же, как и вы, посмотрят программу и захотят, как я говорила, обратиться к вам за помощью. И вы вдохновите их к тому, что не нужно, как говорится, впадать в депрессии, думать о плохом, а наоборот, стараться дарить положительные эмоции окружающим, и своему ребенку особенному в том числе. Не могли бы вы сказать для них пару слов? Да, конечно. Я всегда отвечаю мамочкам, которые пишут мне и в директ, в инстаграме, и в ватсапе. Может быть, не сразу, потому что очень много мам, но я отвечаю всем, добавляем в чат, общаемся, встречаемся с детьми. И я считаю, что не нужно сидеть дома, может быть, обращать внимание на какие-то колкости, неприятности, еще что-то, потому что не все могут понять, что ребенок не выносит громкого звука, яркого света, еще что-то для него страшно. Просто жизнь продолжается, и жизнь прекрасна, и нужно просто каждый день просыпаться и говорить, что спасибо, что мы живем, и что у меня есть мой ребенок, потому что вот у меня есть Майя, и она для меня все. Просто все, правда. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за вашу силу духа, за ваши положительные эмоции, которые вы дарите. Я знаю, что у Анны есть для нас сюрприз, она сегодня согласилась спеть у нас в студии. Я думаю, Анна сейчас с удовольствием это сделает для наших телезрителей. Ну а мне остается сказать, чтобы вы, наши телезрители, приходили 19 августа в 23.00 в клуб «Водолей» на благотворительный концерт. Это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на «Восьмом». Кто-то идет до конца, а кто-то плачет. Насколько можно терпеть неудачи? Повеси плачь свой на гвоздь, дома нежданный гость. Ты снова падаешь в пропасть, и опять небесомость. Одинокий трамвай увозит рано утром, А на улице мая тепла нету будто. Винишь серые путни во всех смертных грехах. Ты хочешь новых идей, друзей не на слова. Станция весна, трудной пора, Твое начало нового. Станция весна, где нет конца, Мы бесконечны, мы тайна. А мы тайна. Однообразная жизнь порой терзает душу, И добиваясь вершин, ты хочешь больше, лучше. С рождения отречен от света и тепла. Не зная, кто же ты есть, уходишь вновь себя. Жизнь преподносит сюрпризы, но теряешь смысл. Но ты сильнее, ты слышишь, это судьбы капризы. Держи увереннее кисть, рисуй свою дорогу. Предназначение жить, и нет прекрасней долга. Станция весна, вдруг мой пора, Твое начало нового. Станция весна, где нет конца, Мы бесконечны, мы тайна. Станция весна, вдруг мой пора, Твое начало нового. Станция весна, где нет конца, Мы бесконечны, Станция весна, вдруг мой пора, Твое начало нового. Станция весна, где нет конца, Мы бесконечны, мы тайна. А, ааа. А, ааа. А, ааа. А, ааа. Субтитры создавал DimaTorzok